Толкуной Муратова жалуется на холод в своей квартире. Признается, давно ждет капитальной реконструкции дома. Рабочие приедут по адресу, как только морозы спадут. Пока леса пустые и заснеженные. Перед Новым годом трубы меняли. Вы ждете с нетерпением утепление фасада, ремонта крыши? Конечно, с нетерпением, потому что у нас очень холодно. Стать теплее должно однозначно, ведь в 11-м доме на Прибалтийской выполнят сразу 4 вида работ. Приведут в порядок кровлю, электрокоммуникации, заменят систему теплоснабжения, утеплят фасад. По смете на все это уйдет в 30 миллионов рублей. К слову, как показал наш опрос, часть жителей взносы на счет регионального оператора делают регулярно. Вы доверяете Егорскому фонду? Ну да, мы доверяем, регулярно оплачиваем. Мы в этом доме уже живем очень долго, поэтому дом довольно-таки давно построен. Поэтому мы ждем этого. Во-первых, тепло будет, во-вторых, красивее и даже приятно мимо дома проходить, посмотреть. А в этой пятиэтажке по улице Мира планируют отремонтировать кровлю, теплоснабжение и утеплить фасад. Подрядчик, кстати, пошел на опережение сроков и приступил к этому еще в прошлом году. Но работы встали, жильцы недовольны. Ну, на мой взгляд, ремонт затянулся. Были теплые дни, никого не появлялось. Как я считаю, мое личное мнение, подрядчики набрали объектов, начали делать тут немножко, там немножко, там немножко. По данным регионального оператора, 18-й дом на Мира в этом году отремонтируют. В плане многоквартирник есть, а значит, строители вернутся. Вообще, в 2021-м на капитальный ремонт Коголымских домов запланировано потратить в 360 миллионов рублей. Только 117 идет на утепленные фасады, 65 на изношенные кровли, 45 на ветхую систему теплоснабжения. Это три самых дорогих вида работ. Для сравнения, на Лангипас планируют потратить почти 255, на Покачи около 122 и на Урай порядка 152 миллионов рублей. Суммы внушительные и выделяются они из тех денег, которые собрали югорчане. Кстати, в этом году тариф повысили. Платежки с новыми суммами югорчане получат уже в конце января, начале февраля. Однако стоит отметить, что за все время действия программы капремонта взносы повышаются впервые. Для примера, увеличение платы за квартиру площадью 60 квадратных метров составит порядка 40 рублей ежемесячно. Это связано с ростом цен на строительные материалы, говорят специалисты. И теперь планируется индексировать взнос регулярно. В этом году вернулась и пеня на задолженность, которую отменяли из-за пандемии. Получается, не в феврале, а где-то в конце февраля, в начале марта собственники уже получат платежки с пеневой. Ну, если кто-то не в свое время оплачивал, то пеня будет показана опять в платежках. Что если кто-то попал в сложную финансовую ситуацию, то в югорском фонде уже долгое время предусмотрен и действует механизм рассрочки по оплате за должности взносов на капремонт. Поэтому можно им воспользоваться всегда. С теми, кто не намерен платить и вовсе фонд, ведет судебно-претензионную работу, судебные приставы даже могут арестовать имущество должника. Есть среди тех, кто не желает платить по счетам и жители наших городов. Например, только коголымчане задолжали региональному оператору 60 миллионов рублей. На конец 2019 года город должен был в фонду 41 миллион рублей, это невыплаченных денег, в общий котел, из которого ремонтируются дома. На конец 2020 года 60 миллионов. То есть рост идет. Это говорит о том, что люди несознательно подходят, не думают о будущем. Когда произойдет аварийный случай с домом и надо будет туда уже средства дополнительно вкладывать, этих средств может просто не оказаться. Между тем, несмотря на миллионные долги, Югорский фонд продолжает приводить в порядок дома. Так, в этом году в Коголы-Мелангипасе, Урае и Покачах капитально отремонтируют 79 многоквартирников. Юлиана Сотник, Михаил Суханов. Специально для программы «Вместе о главном».